Будущее Молдовы в семье Европейского Союза и Чехия поддержат это стремление. Об этом заявил посол Чехии в Кишиневе Станислав Козецкий в эфире передачи «Прайм Тайм» на телеканале «Прайм». Дипломат считает, что власти Молдовы находятся на правильном пути и должны продолжать реформы, особенно в сферах юстиции и борьбы с коррупцией. По словам чешского посла, статус члена Европейского Союза невозможно получить легко и быстро. Но дипломат убежден, что у Молдовы есть все шансы для достижения этой цели. Он привел в пример Чехию, которая прошла путь от кандидатства к членству за восемь лет. Мы поддерживаем европейское будущее для молдован. Молдове необходимы некоторые реформы. Реформы юстиции, которые надо решить. И еще один вопрос, о котором часто упоминает, в том числе и президент Майя Санду, это борьба с коррупцией. Некоторые шаги были предприняты, и я надеюсь, что они продолжатся в этом направлении. Станислав Козецкий заверил, что Чехия продолжит помогать гражданам Молдовы, как делает это уже 17 лет. Мы не можем оставить Республику Молдова в этой ситуации без помощи Европейского Союза. От имени Чешской Республики мы продолжим те же проекты. Сейчас это может быть важнее, чем 10 лет назад, потому что в условиях кризиса, как говорят в Чехии, лучше узнаешь своих друзей. Станислав Козецкий поделился впечатлениями о жизни в Молдове. Он и его семья находятся здесь уже полтора года. Мы живем в Кишиневе, нам нравятся столичные парки, мы много времени проводим в Аляморилор. Моя жена с коляской и нашим ребенком. За полтора года мы встретили хороших людей, и они останутся нашими друзьями на всю жизнь. Чешский дипломат высказался и о войне в Украине. Он говорит, что Чехия, в частности, и ЕС осуждают российскую агрессию и должны придерживаться этой позиции. Если мы оставим вторжение России в Украину как факт и не сделаем ничего против этого, есть и другие страны, на которые могут напасть. Мы не хотим войны. Мы хотим мира в Европе. Мы должны доказать, что вторжение одной страны в другую страну недопустимо. Политика поддержки Украины – правильная политика. И это политика, которую мы должны продолжать.